ИТОГИ НЕДЕЛИ С вами Ирина Левчук. Ближайшие полчаса рассказ о событиях Бреста. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Главная тема сегодняшней программы. Большой рождественский фестиваль как подарок Бресту и Брещанам. Проект «Брестейский сэнни» торжественно открылся в областном центре. О технологиях и инновациях в Брестском государственном техническом университете заработала отраслевая лаборатория, системы идентификации и промышленная робототехника. Новые образовательные возможности открывают новые границы. Поздравления с Новым годом и Рождеством продолжают находить своих заветных обладателей. Почему так важно поверить в чудо и что оно дает каждому из нас? Ответы искали наши корреспонденты. В эфире еженедельная программа «Итоги недели». Мы говорим о главных новостях Бреста, о том, что произошло за эти семь дней. Мы начинаем. Накануне в областном центре был дан яркий старт первому в истории нашего города зимнему фестивалю «Брестейские сэнни». Это грандиозное событие, которое, без сомнения, станет одним из самых крупных проектов года – визитных и туристических карточек Бреста. Фестиваль-ярмарка «Брестейские сэнни» – это множество торговых точек с продовольственной и сувенирной продукцией. Концертные площадки, где выступают лучшие творческие коллективы, насыщенная конкурсная программа. Все это и многое другое можно увидеть с 7 по 9 января на набережной и других улицах города. О первых самых ярких моментах большого праздника – наш первый сюжет. На центральной набережной города Бреста царит радостное оживление. Сегодня здесь множество людей, а все потому, что стартует фестиваль-ярмарка «Брестейские сэнни-2022». Здесь было чем заняться и на что посмотреть. Но если на свежем воздухе разыгрался аппетит, можно было посетить полевую кухню, отведать вкусные каши и согреться горячим чаем. А вот кому мороз ни почем, так это участникам зимнего заплыва, которых в это время приветствовали на центральной площадке соревнования. Люди, которые ставят во главе здоровый образ жизни. Это люди, которые любят экстремальные виды спорта. Ну и для бодрости духа надо немного размяться перед стартом. Температура воздуха на улице минус 4, температура воды в реке плюс 3. Но это не пугает любителей зимнего плавания. И первые участники смело ныряют в воду. Маржа может понять только тот, кто хоть раз сам окунался в ледяную воду. Это стресс для организма. И он в короткое время вырабатывает в кровь массу биологически активных антистрессовых веществ, таких как андорфины, гормоны счастья. Поэтому человек чувствует себя бодрым и у него хорошее настроение. Здравствуйте. Добрый день. Как водичка? Борбелящая. Было холодно, но сейчас температура организма срабатывает и просто легкость тела. Рассекая речную гладь, участники заплыва быстро преодолевают дистанцию. Они плывут на время, но для нас каждый из них уже победитель и супергерой. Побеждающий холод. Советуете всем заняться? Да, конечно. Я начал и занимаюсь. Я не уступаю себе молодому. Мне 64 года. Здравствуйте. Здравствуйте. Как впечатление? С праздничком у вас. Отличное впечатление. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда окунаете? Заряд бодрости и энергии. Для чего это надо? Для укрепления иммунитета, для хорошего настроения. Вы впервые сегодня моржуете? Нет. Я делаю это регулярно. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите впечатления ваши. Как вода? Бодренькая, хорошая вода. Вы впервые окунались? Да, окунаюсь впервые. Нет, ну я окуналась, но не в таких условиях. Зимой проруби, но не очень много. В общем, я медленными шажками иду к моржеванию. Впечатлений массой у публики. Каждому запомнилось что-то свое. Но в целом в рещании гости приятно удивлены программой фестиваля. Куда вы? Из Москвы. Приехала маму проведать. На самом деле это очень душевно. И я думаю, что в Беларуси, как и везде, сейчас очень не хватает праздников. И люди очень соскучились по тому какому-то ощущению, что есть жизнь, что она продолжается, несмотря на все эти трудности, которые возникли сейчас. Я желаю, пользуясь случаем всем брещанам в наступившем новом году, много радости в душе. И процветания, и пусть все будут здравее и в оптимизме. Нам это так необходимо всем. Вот кухню полевую мы, кстати, уже попробовали. Очень вкусно, очень кстати. Такая горячая каша солдатская, чаек. Супер, отлично. Все продумано, здорово. Морж супер. Это вообще даже женщина отважилась. Умничка. И она так налегке сейчас вышла, прошла. Супер. Сами захотели так? Наверное. Идея прекрасная. В каждом городе должно быть какое-то такое мероприятие, которое люди могут прийти, отдохнуть, попробовать, посмотреть, поучаствовать. Насыщенная программа мероприятий постепенно вела публику от одной площадки к другой. И вот в фокусе главная сцена. ПЕСНЯ Торжественное открытие первого фестиваля ярмарки «Берестейские сани» началось с большой концертной колядной программы. Ведь первые дни Рождества ассоциируются именно с этой порой. Особый колорит вечеру подарили народные песни. Фольклорное творчество, которое соотносит нас с нашими предками, бытом, культурой и обрядами этого особого праздника на Брещене. ПЕСНЯ Со сцены Брещаны гостей областного центра поздравил председатель городского совета депутатов Николай Красовский. Он пожелал присутствующим провести это особое время в компании близких и родных людей на площадках любимого города, который особенно преобразился в эти рождественские дни. Это праздник, который вселяет в наши души уверенность в завтрашнем дне, благодать, силу, желание жить и работать. Рождественские праздники это период, когда мы помогаем тем людям, которые нуждаются в нашей помощи. И я искренне призываю в эти праздничные дни быть всех нас милосердными, добрыми, миролюбивыми. Я искренне желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть свет бифлеенской звезды освещает нам дорогу в хорошее светлое будущее. Мероприятия на площадке на стыке городского сада и набережной не смолкали до позднего вечера. Здесь активно работали торговые площадки, фотозоны проводились дегустации. Особой популярностью пользовались новые арт-объекты. Завершился первый праздничный день концертами Алены Ланской и коллектива Jazz City Band. Творческая группа телекомпания Бук ТВ специально для программы «Итоги недели». К слову, уже во вторник смотрите в нашем вечернем эфире телеверсию всех трех дней Большого праздника творчества и искусства. А мы продолжаем. Брестский государственный технический университет вновь удивляет масштабами своих образовательных ресурсов. На текущей неделе в присутствии представителей вертикали власти и партнеров в УЗИ заработала лаборатория системы идентификации и промышленная робототехника. Функция площадки тесно связана с потребностями экономики. Здесь изучают маркировку продукции, системы упаковки, ее печати и нанесение отличительных знаков. В таком практикоориентированном формате это первая лаборатория в стране. На торжественном открытии побывали и наши корреспонденты. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Очередной Новый год принес в Брестский государственный технический университет образовательные новинки. Так как ВУЗ ориентирован на подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, постепенно здесь создается сеть учебных площадок, в которых занятия будут практикоориентированными. Так теперь здесь появилось еще одно структурное подразделение – лаборатория системы идентификации и промышленная робототехника. В новой лаборатории установлено самое современное оборудование, которое, к слову, соответствует технологиям, внедряемым на производство. Например, полноценно роботизированный комплекс камеры технического зрения и другие разработки, которые позволяют маркировать и идентифицировать продукцию, контролировать ее качество. Это решение технически универсальное, и необходимости в закупке второго робота нет никакой необходимости. Данный комплекс работает непосредственно совместно с транспортной системой, которая разработана таким образом по техническому заданию, чтобы можно было передвигать продукцию не только в коробках, но и непосредственно в штучные экземпляры. Поддержали реализацию этой большой образовательной инициативы сразу несколько партнеров. Особый вклад внес Фонд инновационного развития облсполкома, который уже не первый раз поддерживает проекты технического университета, видя в них перспективу для развития экономики региона. Это позволит решать несколько задач. Мы понимаем, что в условиях усиления контроля и прослеживаемости товаров, которые выходят на рынки наших партнеров, куда мы экспортируем свою продукцию, предприятия экспортируют свою продукцию, соответственно, это первое решение задачи, помощь нашим предприятиям в моделировании тех элементов технологических процессов, которые будут отвечать за маркировку и сопровождение. Это позволит, с учетом наличия, как я сказал, уже компетенций, сегодня оптимизировать, даже сказал бы, минимизировать затраты предприятия на организацию этого процесса. Такая лаборатория с таким набором компетенций и выполняемой функции единственная в стране. В перспективе у нас, конечно, в ближайшие несколько лет еще создание шести лабораторий. Здесь, на этой площадке, создается такой мультидисциплинарный кластер, который будет объединять машиностроение, робототехнику, IT-технологии, строительство, то есть те основные направления, которых славится Брестский государственный технический университет. Трудиться в новой лаборатории будут студенты и выпускники факультета электронно-информационных систем и машиностроительного факультета. К первым научно-практическим экспериментам они приступили уже в день открытия. Особая неподдельная заинтересованность – главный показатель того, что лаборатория будет востребована. Мы настраиваем камеру на считывание необходимого количества продуктов в палетах. Вот у нас там есть, например, две палеты. Одна полностью заполнена, вторая – не полностью. У нас в данный момент на экране видно две таблички, в которых распознано в одной палете все шесть продуктов и точность распознавания, а во второй – четыре и две ошибки. В партнерстве с различными белорусскими производствами за последние несколько лет Брестский государственный технический университет реализовал ряд перспективных проектов. К слову, темой маркировки продукции уже заинтересовались коллеги из ближнего и дальнего зарубежья. Так что 2022 год должен стать для ВУЗа успешным в вопросах расширения своих образовательных компетенций. К другим темам. Рождественское чудо – это тот самый необычный и при этом самый удивительный феномен, который существует на Земле уже чуть более двух тысячелетий. Это то, во что верят, это то, чего ждут, а порой даже боятся мечтать, но очень хотят осуществить. Брестский талантливый молодой автор Даниил Мазоль мечтает быть признанным и известным писателем. Рассказы для детей и подростков у него получаются очень увлекательными, добрыми и поучительными. Но есть одно «но». Из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом молодой человек не может писать обычной шариковой ручкой. Зато виртуозно обращается с клавиатурой, что позволяет ему транслировать свое творчество в массы при особой поддержке мамы, папы и старшей сестры. В рождественский сочельник Даниил стал гостем приема, который прошел в городском исполнительном комитете. Поздравил с праздниками юного гения Александр Рогачук. Свою известную мудрость сквозь тернии к звездам известный Антуан де Сент-Экзюпери посвятил, скорее всего, таким целеустремленным, настойчивым ребятам, каким за годы своего недуга стал брещанин Даниил Мазоль. История его побед – это история достижения всей дружной семьи, которая никогда не унывала и всегда была рядом. Рядом они и сегодня, на торжественном приеме, в канун Рождества. Счастливые, улыбчивые, искренние – это Александр Рогачук особенно отметил, похвалив Даниила за его достижения. Получается, что уже в Национальной книжной палате, в Национальной библиотеке, в Президентской библиотеке, в Центральной библиотеке Якуба Колоса, в Министерстве информации уже ваши книги есть. Понимаешь, какое ты талантище? Другие этого никогда в жизни не добьются, а ты добился уже того, чего не добились другие. Вообще, не мне вам тут, кажется, в этой ситуации объяснять прописанную истину, что у каждого человека свои таланты. Свою первую детскую книгу Даниил издал несколько лет назад, а буквально недавно Свет увидела новое издание, уже более взрослое и осмысленное. Презентации всегда собирают большое количество гостей. Кто-то приходит из любопытства, чтобы своими глазами увидеть такого уникального автора, кто-то, чтобы поддержать его начинание, сказать слова поддержки. А это, в свою очередь, настраивает семью на то, что их особенный ребенок бесспорно талантлив, а его успехи важны и оценимы другими. У каждого человека свои таланты, и если у этого человека есть писательский талант, то есть повествовательный талант, мне кажется, что это надо развивать. Быть мамой – тяжелый труд, быть родителем особенного ребенка тяжелее втройне. Это в рамках встреч Александр Рогачук отмечал неоднократно, добавляя, что всегда найдутся те, кто тебя поддержит, подставит плечо в трудную минуту, скажет доброе слово. Уже не один год работники горосполкома проводят одну очень важную акцию. Они собирают средства и вместе оказывают поддержку талантливым детям и их родителям. Героем очередной акции стал Даниил. Теперь, благодаря подарку специальному центру, который совмещает в себе функции сканера, принтера и ксерокса, работать юный писатель будет еще активнее. Наверное, все-таки этого золотого стоит, насколько мы долго старались и хотели этого. Не то, чтобы нас заметили, чтобы заметили родители таких деток, чтобы в тонусе нас всегда, Данила всегда очень хорошо трепет нам к тонусу. Наша школа гордилась нами. Наверное, это самое главное чувство какой-то гордости, что мы это смогли сделать. Встреча получилась очень живой, эмоциональной и при этом душевной. Данилу было особенно приятно такое внимание, такая поддержка. Теперь его главная мечта – поступить в ВУЗ, получить профессию психолога, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также найти там новых надежных друзей. Можно сказать, совместная мечта, потому что нужно как-то жить дальше. Данила, он такой психолог по-своему, он хочет, чтобы кто-то связан был с психологией. Он любит смотреть фильмы про спасателей, но, к сожалению, все его болезни у спасателей не получаются. Он говорит, я хочу научиться и может где-то помогать словом психолога, вот, кого-то успокоить, кому-то помочь. Вот так вот будем стараться об этом направить. Данила очень-очень преданный друг. Он настолько готов все отдать своим друзьям, с кем общается, просто до последней капельки. Даже жизнь свою. Даже жизнь свою. Вот такой вот преданный, такой вот, такой трепетный весь. И всегда в хорошем настроении. Это такой большой плюс. Вот такая у него мотивация. У него нет такого, чтобы он плакал, хмыкал. Я не буду ЛФК делать, я не буду там заниматься. Каждый день, каждый день. И пусть все желания, загаданные этим удивительным юношей в Рождество, обязательно исполнятся. Конституция – основной закон Республики Беларусь. В документе прописаны постулаты, по которым обязаны жить все граждане нашей страны без исключения. Последние изменения в основной закон вносили 17 октября 2004 года. Тогда из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока. В 2019 году глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения новых изменений. На фоне неоднозначного 2020-го работа над новой Конституцией продолжилась с двойной силой. Но год назад было непонятно, о каких конкретных изменениях может идти речь. Но 27 декабря полное содержание нового варианта основного закона выложили в открытый доступ, и каждый желающий смог с ним ознакомиться. Поэтому на территории всей страны, в том числе и в городе Бресте, открыта горячая линия, на которой жители областного центра могут внести свои предложения, какой бы они хотели видеть новую Конституцию и современную Беларусь. В Беларуси во второй половине февраля будет проведен конституционный референдум. Он станет новой страницей в государственном строительстве. На протяжении 10 месяцев в стране работала Конституционная комиссия. Итог работы компетентных специалистов. Из проекта исключены две статьи. Изменены 77 статей и введено 11 новых. Добавлена одна глава, а также полностью обновлен раздел о заключительных и переходных положениях. Конституция должна отвечать вызовам времени, а потому необходимо было максимально приблизить ее к современности с учетом различных рисков. Среди приоритетов обеспечение стабильного суверенного развития и закрепление социального характера государства, сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это ценностные изменения в Конституции, это все, что касается брачно-семейного законодательства, сохранения исторической памяти, например, прав человека. Потом затем социально-правовые изменения в Конституции. Это, конечно, те аспекты, которые связаны с социальным характером нашего государства. Здесь могу сразу всех успокоить и сказать, что социальный характер, право белорусского на бесплатную медицину, образование, иные услуги не подвергаются сомнению, наоборот, только развивается в действующей редакции Конституции. Например, мы впервые вносим обязательство государства проявлять заботу к инвалидам и пожилым людям, создавать для них приемлемые социально-бытовые условия и так далее. Значит, отдельный, конечно, очень серьезный пласт работы проделан в плане, скажем так, переоценки системы государственного управления нашей страны. Вводится принципиально новый орган государственной власти, высший орган государственной власти, Всебелорусское народное собрание, которое получает стратегические полномочия. Республика остается президентской, но некоторые президентские полномочия мы урезаем. Например, предлагается, что в будущем глава государства не будет издавать декреты, имеющие силу законов, но сохранит право издавать указы и распоряжения, обязательные для выполнения, и отменять, соответственно, акты распоряжения правительства областных органов власти. 27 декабря 2021 года в СМИ был представлен проект новой конституции. Уже с 30 декабря начали работать общественные приемные, куда может прийти или позвонить в рамках прямой телефонной линии каждый белорус, оставить замечание или предложение по изменениям в проекте, высказать свое видение нового документа. Люди, конечно же, интересуются, и интересуются, каким образом мы будем передавать информацию, это интересует людей. Люди приходят и пообщаться где-то, звонят и просто поговорить, обсудить, вроде как бы и нет конкретного предложения. За то, чтобы историческая память наша была очень важна, и она была закреплена в конституции, особенно, конечно, пожилого возраста люди, переживая, что, конечно, подрастающее поколение, чтобы правильно понимало, ценило и уважало, как говорится, то, за что у них ушла молодость. Конечно, это беспокоит людей, да, люди выражают свое мнение. На сегодняшний момент я не сталкивалась с какими-то такими отрицательными. Нет, позитивный, нормальный, конструктивный диалог, нормально, спокойно, то не идет диалог, обсуждают. Государство предоставило возможность всем гражданам выразить свое мнение, поэтому вопросы и предложения на горячую линию города Бреста по внедрению и дополнению в проект новой конституции поступают регулярно. Это говорит о заинтересованности наших граждан, но, как известно, сколько людей, столько и мнений, поэтому каждое предложение тщательно прорабатывается профессионалами и отправляется на рассмотрение в Минск. Я думаю, что комиссия, которая будет делать сбор этих предложений в Минске, которая работает, она тщательно изучит эти предложения, я так думаю, что сделает выбор. Все-таки мнения людей где-то совпадают, где больше, наверное, это предложение будет иметь более весомый статус. Ведь каждый человек объясняет, что он хочет внести, во-первых, в ту или иную статью Конституции, которую изучил Конституцию, и он же дает свое разъяснение, как он видит, а уже Конституционная комиссия, кто работает, она, я так понимаю, будет видеть с учетом законодательной базы, смогут это они внести или не смогут, они это рассматривают. И я думаю, что если будет много каких-то предложений на одну и ту же тему, то я думаю, что я вполне верю, что это внесется в Конституцию, ну, в соответствии с действующим законодательством. Отношусь положительно, не знакома пока с изменениями, еще не знакомились. Я считаю, что любые изменения в рамках закона, они правильные будут, обязательно. Я против антизаконных дисциплин. В проект Конституции Республики Беларусь внесены изменения, отражающие текущий момент нашей жизни, а также позволяющие решать задачи долгосрочного порядка. Долг каждого гражданина нашей страны прийти на референдум, который пройдет не позднее февраля, и подтвердить свои намерения по построению и в дальнейшем свободного, суверенного, независимого государства. Александр Богданович, Андрей Щербай, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Делая кого-то чуточку счастливее, каждый из нас сам становится лучше и получает взамен гораздо больше. Особенно если речь идет о детях, которые лишены родительской ласки или имеют ограничения по здоровью. Для этого и существует самая масштабная республиканская акция «Наши дети», которая не делает детей на своих и чужих и приходит к каждому ребенку, даря счастливые моменты. Белорусский союз женщин многие годы принимает самое активное участие в этом благотворительном проекте, ведь именно чуткие и мудрые представительницы прекрасной половины знают, как найти подход каждому ребенку и подарить ему частичку тепла в эти зимние дни. На мероприятиях, которые организовали эти добрые волшебницы, побывала наша съемочная группа. Брестский театр «Кукол» всегда полон тайны, загадок, детского смеха и веселья. Но в этот замечательный зимний день здесь встречали особенных гостей. Едва переступив порог театра, более 70 воспитанников Брестской вспомогательной школы окунулись в сказочную атмосферу и стали участниками самой доброй благотворительной акции «Наши дети». Белорусский союз женщин продолжает свою работу к поздравлению детей и созданию им от восьмеры новогоднего праздника. Сегодня по поддержке нашего Брестского областного театра совместно с ними наша областная и городская организация проводит мероприятия для детей. Наши Брестского вспомогательной школы. Присутствует сегодня более 70 деток, они разного возраста. Белорусский союз женщин для них заказал сегодня новогодние представления. Поздравления, конечно, самых главных героев Деда Мороза, Снегурочки, рождение хороводов вокруг елки, ну и как любой праздник не обходится без новогодних подарков. Но самым главным подарком стало выступление талантливых актеров Брестского театра «Кукол». Ведь им известно, что именно они лучшие мастера по созданию праздничного настроения для детей. «Будь одна из вас – ткачиха, а другая – мурифу! Семьи вышел, царь отец! Все пустились во двое!» Для нас это тоже очень важно. Очень важно, потому что те детки, которые сегодня у нас в гостях, ну это особая категория. И мы стараемся для всех создать условия, чтобы всем было комфортно и приятно, чтобы Дед Мороз непременно пришел и подарил не только конфеты, ну и вот такую замечательную сказку, которую знают наверняка все с самого раннего детства. В полумраке зрительного зала ребята около часа с замиранием сердца следили за удивительной премьерной постановкой Нового года, сказкой о царе Салтане. Но и на этом сюрпризы не закончились. После мини-антракта началась интерактивная новогодняя шоу-программа, где можно было петь и танцевать вместе со сказочными героями. Огромное спасибо Брестскому театру «Кукол» за такой замечательный праздник для наших детей. Дети очень довольные. Всем все очень понравилось. Нам это очень нужно, очень ценно. Спасибо всем огромное. С Новым годом! Волшебствам Новый год ждут все – дети и взрослые. Особенно в нем нуждаются ребята из многодетных семей и дети с особенностями развития. А кафе «Ташкент» уже по доброй традиции из года в год становится тем островком счастья, добра и улыбок, где можно собраться всем вместе, подарить долгожданные подарки и устроить по-домашнему уютный благотворительный праздник. Каждый ребенок, он нам уже как родной. Иногда после этих встреч мы переходим на личные отношения, и они пишут нам и в Вайбере, и стараются выкладывать наши данные для других мам, которые нам потом оказывают внимание и просто какой-то помощи. Иногда прямо на таких мероприятиях мы находим детей, которым нужно срочно собирать на лечение, потом проводим акции. Поэтому все время существует обратная связь. Мы хотим поздравить всех деток с наступившим Новым годом. Мы хотим пожелать им исполнения желаний, и чтобы случилось новогоднее чудо. И мы попытаемся для них это сделать. Маленькие гости ждали сказочные персонажи, увлекательные игры и сюрпризы. Как всегда, инициаторами мероприятия стало Брестское городское общественное объединение «Белорусский союз женщин». Посильную помощь в организации новогоднего праздника оказали представители Брестской епархии. Не остались в стороне различные организации города, которые также выступили в роли добрых волшебников. Здесь мы уже первый раз. Это прекрасная возможность собраться все вместе. Радостная атмосфера, дети довольны. У меня четверо детей, многодетная мама. Я в первый раз на таком празднике тут рисую аквагрим и играю в разные игры, угощения дают. Настроение очень веселое, тут так прикольно, интересно. Много детей, с которыми можно поиграть. Можно сделать подарки для мам. Стать добрым волшебником и подарить детям праздник может каждый. И у представителей Белорусского союза женщин это отлично получается. Ведь их девиз – чужих детей не бывает. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Это были «Итоги недели» на БУК-ТВ. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А я, Ирина Левчук, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok